Субтитры создавал DimaTorzok Так вот, я, во-первых, хочу сделать одно уточнение, что то, что я сейчас буду говорить, это мой личный опыт, опыт, так сказать, моих знакомых, то есть это не что-то такое глобальное, это вот наши личные впечатления, ощущения, опыт, результаты и прочее. Так вот, по нашему опыту тело без души жить не может. Почему? По одной простой причине. Потому что тело – это не есть что-то отдельное от души. Тело – это естественная часть души, скажем так, это самая плотная часть души. Эту часть душа строит сама. Собственно, когда душа приходит в этот мир, у нее как бы нет одежды, нет инструмента. И, скажем так, каждая женщина, которая рожает ребенка, она дает вот эту вот одежду, тело, она дает инструмент душе, который приходит, так сказать, от Всевышнего сверху. И поэтому, как бы, тело без души – это будет, в общем, труп. То есть вот труп – это тело без души. Пока душа здесь присутствует, то ее тело живет. Как только душа ушла, все, тело больше не живет. Сброшены одежды, скажем, она не нужна больше, эта одежда, и как бы все. Но пока тело живет, это признак того, что душа здесь. Другое дело, что душа не обязательно может быть как бы целой. То есть когда она попадает сюда, она абсолютно чиста. Собственно, вот практически любая религия построена на том, что душа чиста. И она сюда приходит чистой, но по дороге, бывает, случаются всякие неприятности. И, скажем так, у нее не получается построить полноценное тело в каких-то случаях. Но душа все равно есть. И, как бы, я считаю, что наша главная задача, вот наша конкретная, это помочь любой душе обрести, так сказать, наиболее полноценное тело, которое вообще возможно в ее обстоятельствах. Потому что ни одна душа сюда не приходит просто так. Мы все приходим сюда зачем-то. и именно чтобы мы могли выполнить вот это вот зачем-то наилучшим образом, скажем так, у нас должны быть инструменты. Так вот, эти инструменты, ну вот как-то так сложилось, что вот мы считаем, что мы должны помочь эти инструменты сделать наиболее совершенными, для того, чтобы душа могла реализоваться здесь и выполнить свое назначение, научиться тому, чему должна. В общем, короче, вот все вот это. И поэтому вопрос, как бы, я думаю, я ответила. Если есть какие-то уточнения, еще вопросы в связи с этим, то, в общем, просьба задавать. Потом, после того, как ЮСФ ответит на уже заданные вопросы, чтобы не создавать беспорядок, потом запишите себе где-то и задайте потом. Короче, ребята, каждый живой человек обладает душой. Ничего тут не поделать. Поэтому не надо отворачиваться, не надо кричать, вот у этого нет души. Есть. Все, что движется, все с душой. Следующий вопрос. Как душа находит свою половинку? Обязательно ли это? Ну, вот этот вопрос интересный. Честно говоря, я не очень поняла, какое отношение это имеет к целительству. Но я расскажу про то, что, скажем так, про то, что я наблюдала за свою жизнь. Как бы наблюдала я достаточно много всего. И, в общем, поделюсь с вами просто своими наблюдениями, своим опытом. Скажем так, понятие вообще половинки, оно очень такое, я бы сказала, натянутое. Душа приходит сюда достаточно целой. Каждый из нас, он, в общем-то, целый. Но у каждого из нас есть какое-то назначение. То есть мы сюда приходим не просто так. Мы приходим зачем-то. Мы приходим что-то сделать, что-то выучить. Каждый из нас ничего не может сделать сам по себе. То есть вот так все устроено в этом мире, что мы меняемся и учимся, скажем так, обучая и меняя других. То есть для того, чтобы мы могли что-то сделать в этом мире, в этой жизни, обязательно должны быть рядом другие люди, другие души. И вот во взаимодействии этих душ, то есть нашей души с другими, происходит вот это вот изменение. Происходит обучение нас, происходит наш рост, происходит наша реализация. То же самое касается любой другой души. Поэтому вот то, что я вижу, например, и, собственно, иудаизм где-то, скажем так, поддерживает эту точку зрения. Искать вторую половинку смысла особого нет. Потому что если, скажем так, в вашей жизни она должна быть, она появится сама. Вы ее не должны будете искать. То есть это просто случится. Если у вас какая-то другая задача, то вы должны смотреть на тех, которые будут рядом с вами. Например, в иудаизме есть такая мысль, что, скажем так, невеста с женихом не должны любить друг друга. Они всего-навсего единственное условие для того, чтобы у них могла получиться хорошая, успешная семья, это чтобы у них не было, так сказать, вот моментальной неприязни друг к другу. То есть в тот момент, когда, скажем, парень и девушка встречаются и видят, так сказать, собеседника, если возникла симпатия, то дальнейшее уже, так сказать, это вопрос работы. То есть нет необходимости искать любовь в своей жизни, есть необходимость работать, строить. То есть семья – это здание. Когда-то, много лет назад, я спрашивала у одного своего знакомого, очень хорошего знакомого, с которым я много лет работала в УКОБОК, как так получилось, что вот то, что я вижу, скажем, в определенной среде семьи очень, так сказать, благополучные. То есть муж с женой поддерживают друг друга, доверяют друг другу, вместе выращивают детей. И он мне сказал одну удивительную вещь. Тогда, скажем так, сколько-то там десятков лет тому назад, для меня это было прямо откровением. Он сказал, что они просто относятся к семье как к проекту. То есть вот они делают проект, он и его жена. В этот проект входит рождение и выращивание детей, еще там куча всего. И вот они работают над этим проектом, оба. То есть они как бы, когда искали себе пару, они искали человека, который будет соответствовать этой задаче, то есть человека, подходящего для выполнения проекта. То есть обратите внимание, никто из них не искал великую любовь, никто из них не искал вторую половинку. Искали человека, с которым можно строить проект. То есть человек должен быть, во-первых, надежный, во-вторых, достаточно разумный, спокойный, уравновешенный, ну или может не уравновешенный, зависит как бы от того, кого вы ищете. Но цель именно построение семьи. И вот дальше они как бы работали, да, идет, есть период притирки, он всегда есть, когда два новых человека встречаются, и как бы у них есть общая цель. И они вот ради этой общей цели, они работают над собой. Да, это непросто. Естественно, есть кризисы, иногда хочется все бросить, но проект же нужно же его выполнить, тем более в тот момент, когда появляются дети, уже этот проект не бросишь, уже ты отвечаешь за этих детей, и как бы ты должен продолжать, даже если что-то там не идеально. Ну, в конце концов, кто сказал, что все должно быть идеально. Этот мир, он к перфекционистам относится не очень хорошо. Поэтому рассчитываем на то, что, так сказать, все-таки это как-то работает, и делаем, чтобы это работало еще лучше. Да, иногда бывают какие-то проблемы, например, там, не дай бог, кто-то заболевает, или там, не дай бог, там с ребенком что-то не то. Стараются как бы все это исправить, стараются починить, то есть вкладывают, вкладывают в себя свою душу, свое усилие, свое все, в то, чтобы вот этот проект был построен. И я вам могу сказать, вот то, что я вижу вокруг, люди, которые именно так относятся к построению семьи, у них выросли замечательные дети. Вот, например, моя дочка дружит с девочками из семьи, где 10 детей. Я вот смотрю и думаю, это же потрясающе, 10 детей, да, вот сейчас младшие уже выросли до того возраста, когда скоро их нужно уже замуж выдавать, женить, и просто это удовольствие на них смотреть, потому что родители не как бы не занимались какими-то там сантиментами, они вкладывали совершенно конкретно, вот нам нужно то-то, это и вот это. То есть совершенно четкое было определение семьи, и они работали для того, чтобы это получилось. То есть я надеюсь, я свою мысль донесла, да, то есть что можно сидеть, ждать у моря погоды, там ждать вторую половинку, которая придет, станет идеальной, и вот идеально все возникнет, да, так вот я хочу вам сказать, что ничего само не возникнет. Все хорошее, что у нас есть, это результат нашего труда, результат нашего вклада. Да, пусть он не всегда, так сказать, приятен, этот вклад для нас, это работа, это в том числе работа над собой, где-то мы должны уступать, где-то мы должны перенапрягаться, где-то мы должны пересматривать свои какие-то убеждения, где-то мы должны отказаться от собственного, так сказать, эгоизма, от собственного хочу. Да, мы это делаем ради чего? Ради того, чтобы построить семью, и чтобы наши дети могли потом делать, так сказать, что-то свое, функционировать в этом мире, и осуществлять свою уже задачу. То есть наша задача как родители – это обеспечить им вот это вот, так сказать, исполнение их предназначения. То есть мы должны быть настроены на то, чтобы дать им все инструменты, чтобы они могли здесь реализоваться полностью, по максимуму. И поэтому, собственно, вот иудаизм так относится к семье, как к проекту, который надо строить. И, естественно, о чем молятся родители? Родители молятся о том, чтобы у их детей попалась подходящая пара. Тут вот Давид вначале упомянул такое слово на иврите, называется ашгаха-пратит. Это как бы наблюдение за конкретным человеком сверху. То есть небеса наблюдают за каждым, и они все, что нужно, дают. То есть, собственно, все, что нам нужно, мы получим. Просто мы должны правильно на это реагировать. И поэтому не ищут великой любви, а идут и молятся о том, что называется зудеют в тува. То есть что это такое? О том, чтобы небеса послали правильного, так сказать, партнера. С чем это связано? С тем, что вот когда, например, молодая девушка ищет себе мужа, вот она встречает кого-то, да, он там и красивый, и умный, и успешный. Но никто не знает, как он проявится внутри семейной жизни, как он проявится в кризисных ситуациях. А они будут, потому что семья – это, так сказать, долгосрочный проект. И как бы нельзя гарантировать, что все будет идеально. В конце концов, вот даже элементарный пример. Когда мы беременеем и рожаем, мы меняемся. То есть у нас меняется тело, у нас меняется характер и так далее. Как вот этот данный парень будет реагировать на то, когда вот та девушка, которую он видит сейчас, и которую он очень хочет взять в жены, что будет, когда она изменится? Она может заболеть, да и он может заболеть. Короче, мало ли что может случиться. И мы, когда смотрим вот на этого парня или на девушку, мы не знаем, как они будут реагировать вот в этих вот ситуациях. И поэтому об этом и молимся. То есть чтобы послали такого человека, который сможет быть вместе с моим ребенком, и который сможет вместе с ним строить уже их семью так, чтобы они смогли преуспеть вот в этом вот сложном деле, в этом сложном построении. Следующий вопрос. Повторные браки – это решение тела или души? Ну, собственно, опять же, я уточню, что я не очень понимаю, какое отношение это имеет к целительству конкретно, но я опять же расскажу свой опыт, свои наблюдения. Ну, во-первых, разводы происходят. Есть религии, которые его разрешают, есть религии, которые его не разрешают. Там, где не разрешают, это все равно происходит по факту, и люди находят каких-то других себе партнеров. То есть, видимо, это естественный вполне процесс. Я буду, наверное, ссылаться на иудаизм в качестве примера. Просто в силу того, что здесь проще. Здесь развод, во-первых, разрешен. Во-вторых, есть совершенно четкие регуляции. Что, когда и как. То есть в каких случаях развод, так сказать, будет произведен немедленно, в каких случаях будет предложено все-таки работать над тем, чтобы решить кризисную ситуацию, и чтобы семья сохранилась. И что делать дальше? То есть, скажем, вот, например, человек развелся. И что дальше он делает? Ну, во-первых, иудаизм абсолютно отрицает развод из-за, так сказать, вспыльчивости. Что такое вообще? Вот мне сегодня приспичило, моя левая нога там не так себя повела, и я вот все, я жену отправляю к ее родителям. Все это не так просто. То есть, например, есть среди, так сказать, иудеев, есть такое понятие куэн. Это потомки первосвященников. Так вот, такой куэн, если он развелся со своей женой, он не может на ней жениться на завтра после развода. Все. Она для него уже запрещена навсегда. Называется, думать головой надо, прежде чем разводишься. Если мужчина обычный, некой куэн, развелся с женщиной, и она потом вышла замуж снова и развелась, то он больше не может на ней жениться. Тоже, опять же, головой думать надо сначала. То есть, если ты развелся, то уже все, развелся. Поэтому как бы все это учитывается. И прежде чем, скажем так, семья обращается за разводом, они как следует все это должны продумать и понять, что это как бы насовсем. То есть, не будет такого, что вот там она ушла, или он ее выгнал, а потом там через месяц она вернулась, или не вернулась. Нет. Это решение такое уже. Солидно. Если уж кто-то кому-то испортил жизнь, то все, он уже не может вернуться и эту жизнь допорчивать. Каждый пойдет уже строить свою жизнь по-другому. Поэтому, в общем, существует очень много законов. Если вот кому интересно, когда Саша Фридмар будет рассказывать там свою лекцию, он как раз в этом должен понимать гораздо больше, чем я, потому что он именно этим много лет занимается. То есть, мы, собственно, возвращаемся все к тому же, что построение семьи – это работа для двоих. Это не то, что там развлечение, да, там прыгнул туда, прыгнул сюда. Нет. Семья – это семья. Это вещь серьезная. То есть, человек вкладывается туда целиком. И, соответственно, опять же, возвращаемся к той же Ашгаха Протид, что, так сказать, у нас есть какой-то план жизни, и, в общем, мы его выполняем, и от нас очень зависит, как именно мы его выполняем. То есть, собственно, вот это понятие Ашгаха Протид, это как бы предназначение с неба, оно входит, скажем так, в комбинацию с понятием, что такое свобода воли, свобода выбора. То есть, у каждого из нас, естественно, есть свобода выбора, и вопрос, как мы ее реализуем. Мы ее можем реализовать в позитивном смысле, то есть, мы будем строить, а можем реализовать ее в негативном смысле, то есть, ломать. И только от нас это зависит. И у нас есть, скажем так, варианты нашей жизни и в том, и в другом случае, и мы выбираем между ними. То есть, скажем так, у нас есть некий путь, и есть вариации его, и мы можем выбрать, так сказать, верхний путь, пройти, стараясь построить, улучшить, а можем идти наоборот, ломая и портя. И, скажем так, у нас есть право этого выбора, но, я бы сказала, я лично не вижу большой пользы, в том, чтобы выбирать именно разрушение, потому что разрушение, оно как бы никому пользы не приносит, ну и, в общем, ну, короче, это каждый человек, в общем, решает для себя. Практика показывает, что подавляющее большинство нормальных людей выбирает всегда строить, то есть, все мы хотим, чтобы стало лучше, и никто не хочет, чтобы стало хуже. Мы не всегда знаем, как это сделать. Ну, так этому мы учимся, мы учимся, мы что-то делаем, мы получаем какой-то результат, мы исправляем этот результат, может быть, какому-то результату мы радуемся. Ну, короче, это работа. Это работа, причем это работа непрерывная. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Вот так вот мы всю жизнь и живем, строим. И, собственно, как бы это нормально, потому что мы здесь и оказались для этого. Никого здесь нет такого, чтобы, чтобы вот явился сюда прямо вот совершенным. Совершенные, скажем так, совершенные души сюда не попадают. Поэтому у каждого из нас есть здесь, что делать. И, в общем, как бы мы это делаем. И я считаю, что это хорошо, это интересно. Мы меняемся, мы меняем себя, мы меняем окружающих, мы меняем мир вокруг нас. И, скажем так, счастье в чем? Кто счастлив? Посмотрите вокруг. Счастливы те, кто смогли поменять мир так, себя и мир так, что стало лучше. То есть лучше стало вокруг нас. То есть когда вокруг нас становится лучше, и нам тоже становится лучше. То есть не все это понимают в молодости, но, скажем так, я вижу, что большинство людей, именно большинство, то есть не какие-то там отдельные умные, а именно подавляющее большинство обычных нормальных людей понимают с возрастом, что да, это хорошо. Если мы смогли сделать что-то хорошее вокруг себя, кому-то лучше, чему-то лучше, вот мы улучшили мир вокруг себя, и это то, что дает нам удовлетворение, и это то, что, в общем, приносит нам, как бы, счастье. Следующий вопрос. Онкология или любая другая смертельная ситуация для чего? Чтобы быстрее освободить душу для следующего пути? Ну, вопрос, конечно, интересный, но, как бы, поскольку вот именно мне приходилось и доводилось заниматься больными с онкологией, причем с разной и на разных стадиях, то я могу сказать так, что, как бы, я не очень понимаю, почему выделили, нет, я понимаю, почему ее выделили, но на самом деле она, наверное, вряд ли стоит того, чтобы ее так выделять, эту онкологию. Онкология, она достаточно, как бы, обычное заболевание, единственная проблема в чем, что она, скажем так, она не возникает на здоровом органе, во-первых, это не карма, она не имеет туда никакого отношения, опухоль никогда не садится на здоровый орган, то есть это, я бы сравнила это с плесенью, вот как, например, начинает что-то портиться, какой-то продукт, и на нем начинает расти плесень, вот примерно так опухоль, то есть если что-то не портится, оно целое и здоровое, то онкология туда не садится, то есть, например, вот если приходит человек, скажем, с опухолью в печени, то я уже вижу, что печень у него была испорчена изначально, и, собственно, вот эта вот опухоль, это просто уже вот поселилась на том, что умирает само по себе, поэтому, собственно, любая онкология, которую я видела, это, в общем, проблемы на уровне физического тела, то есть это не проблемы души, и проблема души, может быть, была в том, что тело было заброшено, потому что, скажем так, тело, как наш инструмент, причем для души это важнейший инструмент в этом мире, ему не уделяли достаточно внимания, то есть с одной стороны на нем нельзя зацикливаться, с другой стороны оно должно быть в порядке, то есть нужно о нем заботиться, нужно стараться его, так сказать, не портить, его нужно поддерживать, ну, короче, обычные вот все меры, да, то есть правильное питание, нормальный сон и так далее, то есть все то, что не разрушает наше тело, а его укрепляет, оно, так сказать, позволяет бороться с онкологией. Иммунитет, соответственно, то есть вот, например, сейчас вирус этот, да, известно, что люди с нормальным иммунитетом спокойно его переживают и живут дальше, да, и тяжело болеют или погибают, только люди, у которых иммунитет испорчен. То же самое с онкологией. Другое дело, что сейчас слишком у нас нагруженная, так сказать, жизнь, очень много стресса, и понятно, что как бы иммунитет от этого очень страдает. Ну, поэтому и онкологии много. Но, в принципе, если за собой следить, и если, так сказать, следить за тем, чтобы тело было здорово, чтобы иммунитет был в порядке, то как бы и здесь тоже все будет нормально. Поэтому как бы я бы не сказал, что это ситуация для того, чтобы быстрее освободить душу для следующего пути. Я бы сказала, что это скорее ситуация для того, чтобы мы поняли, что наше тело, оно важно, и что ему тоже нужно уделять внимание. Причем уделять внимание нужно правильно, не заниматься там странными вещами. То есть, например, какие-то там сложные системы питания и так далее. У каждого должны быть, ну, скажем так, у каждого рацион такой должен быть, который подходит лично ему. Ну, эта тема уже, скажем так, совсем уже ушла в другую сторону, поэтому если у кого-то есть вопросы, то я предлагаю потом их задать отдельно. Теперь у вас следующий вопрос. Этот сбой в формировании души тела можно предотвратить или исцелить? Я не очень поняла, про какой именно сбой в формировании души тела идет речь, но думаю, что речь идет вот о наших детях. Что душа, которая приходит сюда, она по какой-то причине, так сказать, не смогла построить нормальное тело. Да, ответ, естественно, да. В очень многих случаях его можно предотвратить. Во многих же случаях его можно исцелить. И, в общем, в большинстве случаев, чем раньше начать, тем проще, потому что, скажем так, душа, которая продолжает тело строить, если есть какой-то сбой в начале, то, скажем так, позднее исправлять сложнее, чем если в начале. То есть, если, например, скажем, у ребенка есть какая-то проблема после рождения, и эту проблему удается исправить, то уже, скажем, к году или к двум ребенок этот вообще забудет о том, что эта проблема была. Если эта проблема остается, то уже, скажем, к трём годам она уже повлияла на развитие. Тоже исправимо, но, тем не менее, как бы усилий понадобится больше. Если здесь присутствует человек, который задал этот вопрос, то, в общем, я буду рада уточнению, как бы о чём шла речь. Вот, следующий вопрос тут у нас. Почему очень часто мама и дочери живут как враги? Ну, вопрос интересный. И, в общем, скажем так, по моим наблюдениям, мама и дочери живут, как все остальные люди просто, которые вынуждены жить вместе с рождения дочери. И, как бы, отношения у них строятся, как между двумя людьми. При этом, как бы, нужно учитывать, что мать, она взрослая изначально, а дочь, она, как бы, растёт. То есть, она изначально не может нести ответственность за своё поведение, за свои поступки. И потихоньку она эту ответственность обретает. То есть, как бы, в данном случае мать изначально выступает в качестве взрослого, то есть, которые изначально ответственны, а дочь обретает эту ответственность только с возрастом, с взрослением. И если мать смотрит на дочь как на своего ребенка, за которого она отвечает, и хочет, чтобы у дочери была наилучшая реализация в жизни, и как бы дочь по своей натуре тоже не эгоистка, которая считает, что ей все все должны, то, в общем, отношения будут совершенно замечательными. То есть всего-навсего как бы и мать, и дочь должны учитывать, что вторая сторона тоже человек. Человек со своими какими-то убеждениями, со своей задачей, со своими какими-то комплексами, со своими какими-то там, возможно, ошибками. Но как только это учитывается, то, в общем, как бы все нормально. И, скажем так, таких примеров я вокруг вижу тоже очень много. Вот если, скажем, у матери есть какие-то иллюзии в отношении дочери, например, что дочь должна делать в точности то, что мать сказала или еще что-то, то там, конечно, да, там будут напряжения и трения, и, возможно, даже и конфликты. То есть если оба, и мать, и дочь, относятся к другому как к человеку, то есть готовы выслушать, готовы принять чужую точку зрения, то, в общем, как бы не должно быть проблем. Если есть конкретные примеры, то, в общем, можно поразбирать, что именно там привело к каким-то конфликтам. Еще один вопрос. Как теперь исправить эти корни и повлиять на ситуацию для исцеления ребенка? Так, ну здесь уже понятно, о чем речь. Ну вот, чтобы исправить корни, сначала их нужно понять, что конкретно произошло. Опять же, я уже говорила неоднократно, что корни, как правило, лежат в физическом мире, то есть душа идет сюда, она чистая, и она, так сказать, может исполнять свое предназначение, но что-то, так сказать, случилось по дороге по какой-то причине, и вот не получилось построить полноценное тело. Ну или, по крайней мере, на каком-то этапе не получилось. Да, это надо исправлять, это можно с этим работать, нужно с этим работать. Это в первую очередь задача родителей, и мы стараемся помочь именно сделать все по максимуму, чтобы, так сказать, ребенок смог выйти на свою дорогу. Для того, чтобы ребенок смог построить то тело, которое поможет ему исполнить его личное предназначение, ну и помочь родителям в этом, естественно. Еще вопрос. Может, сейчас выросло рождение детей, а душ малый, поэтому рождается много аутистов. Ну, я такую идею уже встречала неоднократно, мне кажется, я даже на эту тему какую-то лекцию делала. Нет, тело выращивается душой по ходу дела, и поэтому, когда приходит душа, она выращивает себе тело, то есть тело без души быть не может. Мы вернулись к первому вопросу. Следующий вопрос. Почему дочери часто боятся осуждения родителей, даже будучи взрослыми? К примеру, сказать о каких-то дурных привычках в виде курения или желания что-то изменить в себе, например, тату, хирургическое вмешательство и так далее. Как побороть этот страх осуждения и непонимания? Ну, вот вопрос, конечно, интересный, и как мать я с таким сталкивалась. Скажем так, тут я лично считаю, что дочь должна взять на себя ответственность за свою жизнь и понять, что мать наверняка просто беспокоится в большинстве случаев. То есть бывают, конечно, конфликты из принципиальной, что там мать говорит дочери, ты это не делай, потому что я это хотела и себе не смогла сделать, потому что не решилась, поэтому ты теперь не делай. Но мне что-то кажется, что это было в предыдущих поколениях. То есть более молодое поколение, там вряд ли такая причина может присутствовать. Поэтому, скорее всего, речь идет, опять же, о другом. То есть возможно, что дочь хочет сделать какие-то изменения, которые нанесут вред ее здоровью, а мать просто беспокоится об этом. То есть нужно конкретно разбираться, то есть что именно хочет сделать дочь, почему именно она боится осуждения и почему это осуждение вообще должно возникнуть. Потому что, например, скажем, упомянутое здесь курение. Курение – вещь однозначно негативная, то есть это порча собственного здоровья. Я не верю в то, что существует такая мать, которая скажет, да, доченька, кури, конечно, а еще лучше на вот там еще травку покури, еще вот на тебе наркотики. Ну, я не знаю, может, такие матери бывают, мне не попадались. Наоборот, мы все очень хотим, чтобы дочери наши были здоровы и чтобы, ну, скажем так, чтобы у них все было хорошо. Поэтому, если дочь переживает, как сказать матери о том, что она курит, она в первую очередь должна спросить себя, зачем она курит, в чем причина. Зачем она хочет испортить себе свое здоровье. То есть она правильно понимает, что мать не обрадуется такому сообщению, что да, вот дочь курит. Потому что просто из-за того, что эта вещь совершенно, скажем так, неполезная. То же самое касается и тату. То есть как бы тату вещь довольно своеобразная. То есть, конечно, картинка там красивая и все такое, но надо подумать, ведь эта краска вводится под кожу, попадает потом в кровь. И кто ее знает, на что она еще влияет. Собственно, уже известно целый список, скажем так, побочных эффектов, которые делают татуировки. Во-первых, есть просто токсичные краски. То есть, например, вот сейчас очень модные вот эти цветные татуировки. Я читала про то, что с ними есть проблемы, потому что они токсичные. Потом есть еще какие-то проблемы. Поскольку я сама как бы не специалист в тату, то я не могу на эту тему сильно подробно рассказывать. Это нужно поговорить с каким-нибудь человеком, который с этим много, так сказать, имел дело. Возможно, какой-нибудь врач, который там много с этим встречался и так далее. Но я знаю, что это тоже не безобидная вещь. Ну, как бы, мое личное мнение про тату, я не считаю, что это красиво. Мне просто, когда я смотрю издалека, мне это кажется, что просто грязное. То есть, вот грязное пятно. Но, в конце концов, у всех разные вкусы, да? То есть, кому это нравится, пожалуйста. Но если дочь считает, что ее мать не обрадуется такому, то опять же, она должна себя спросить, а почему, в чем дело? То есть, почему мать не обрадуется? В чем причина этого? И опять же, она должна взять на себя ответственность за свое решение. То есть, да, вот я все знаю. Я знаю, что моя мать это не любит, там, по какой-то причине. Возможно, это опасно для моего здоровья. Но, как бы, да, вот я так хочу эту тату, вот оно мне поможет самовыразиться, оно мне поможет, там, не знаю, чему, и да, я его сделаю. В общем, как бы, то есть, опять же, мы вернулись к тому, что взрослая дочь имеет полное право и обязанность быть самой ответственной за все свои поступки и за их последствия. То есть, если, например, скажем, я вот, например, много лет уже в интернете наблюдаю за одной дамой, которая очень откровенно пишет про себя. Ну, она мне просто нравится, такая очень открытая дама, мне просто интересно. И, в частности, она, когда была совсем девочкой, она сделала себе очень большую тату, там, на всю ягодицу и на всю ногу. И что-то там пошло не так. И, в общем, короче, эту тату она в итоге его не доделала, и оно осталось таким очень некрасивым. И вот она с тех пор уже, ну, лет 10, как минимум, она пытается его свести. То есть, можете себе представить, да, какого размера, если это целая нога, то какого размера нужно это сводить. Вот она делает лазерные всякие вот эти вот удаления этого тату и выкладывает фотографии, что получилось. И я, например, вижу, что образуются рубцы. То есть, вот там, где лазер воздействует на вот эту вот краску, через какое-то время развивается рубец, что, в общем-то, вполне естественный процесс. То есть, когда кто-то хочет набивать себе тату, он должен это учесть, потому что вдруг эта тату расхочется, да? В конце концов, ну, хочется на себе что-то нарисовать. Ну, бывают же временные какие-то эти наклейки, там, татуировки. Не знаю, я в этом тоже специалист. Но когда вы делаете что-то навсегда, а потом, мало ли, может, оно выйдет не так или вам надоест, то надо учесть ей возможность убрать это. И вот она уже что только не пыталась сделать. Она пыталась делать сверху другое тату, не вышло. То есть, получилось плохо. Из-за того, что вот та краска, которая была изначально, она там какая-то там, не помню, она писала. Я уже, я просто, поскольку мало интересовалась этой темой, я не особо запомнила. Ну, в общем, в итоге вот человек имеет большую часть тела, покрытую рубцами, и при этом от татуировки она так и не избавилась. То есть, вот это все нужно учитывать. Поэтому любая дочь, которая думает о том, что мать ее осудит, она должна в первую очередь спросить, а почему, в чем причина? Что плохого видит в этом мать, а может быть, она права? То есть, если дочь приходит к выводу, что нет, вот мать может и права, но вот я все равно буду курить, а вот я все равно хочу себе там тату на половину тела, да, то она должна понимать, какие у этого будут последствия. То есть, не нужно перекладывать на мать эту ответственность, эту ответственность нужно брать на себя. То есть, если я что-то делаю, я отвечаю за результаты того, что я сделала. И это касается не только курения и тату, это касается абсолютно всего. То есть, это касается того, что я вот выхожу замуж за человека, который я считаю мне подходящим, а не моя мама там. Я там рожаю столько детей, сколько я хочу, а не что мне кто-то сказал, или я их не рожаю, потому что я так хочу, а не что мне кто-то сказал. То есть, любая дочь должна это понимать, что она сама отвечает за свою жизнь. Мне вообще вот удивительно, последние, не знаю, сколько десятков лет, как-то все воспитание, оно стало больше такое вот, с одной стороны, чадо-любивым, с другой стороны, как бы ребенку говорят, ой, ты родился для того, чтобы тебе было сплошное удовольствие. Ну, я не знаю, как там в других местах, в Израиле, это однозначно так. Например, там моя старшая дочь мне в какой-то момент заявила, что она считает, что в жизни главное – это to have fun. То есть, чтобы было приятно. И как бы с тех пор она, конечно, свое мнение уже поменяла, поскольку уже имела опыт различный. Но вот откуда это вообще вот эта идея у подростка в головах, что главное – это чтобы было приятно. То есть, to have fun. То есть, и все остальное не важно. И как бы вот эта атмосфера, вот я ее вижу здесь у нас в Израиле, или она как бы просто есть. В религиозной среде меньше, в светской среде больше. Ну, в общем, вот такая идея, что типа, милый ребенок, ты замечательный, весь мир тебе обязан просто по факту того, что ты такой вот сладкий и хороший. Пусть тебе будет хорошо. Пусть будет хорошо, но ребенок при этом должен понимать, что он отвечает за это хорошо. Будет ему хорошо или нет, зависит в первую очередь от него. Я думаю, что вот этот вот вопрос, он как бы примерно вырастает вот из этой же идеи, что главная задача здесь – это to have fun. Ну, на эту тему я могу долго говорить, поскольку, так сказать, очень касается моих детей. Так что переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос. Бог посылает проблемы с ребенком не за что-то, а для чего-то. Что это значит? Что мама что-то не то в жизни делает, и нужно измениться в чем-то, или что это значит? Ну, я бы не сказала, что Бог посылает проблемы с ребенком. Я уже неоднократно высказывала, что я считаю, что это просто вот авария произошла по дороге. Душа шла сюда, она шла сюда с какой-то целью, с какой-то задачей, и, в принципе, по дороге случилась авария. То есть, ну вот, что делать? То есть, это не для чего, оно просто вот авария. Вот кто-то шел через пешеходный переход, а тут ехал водитель, который там на красный свет не обратил внимания, и сбил пешехода, да? Для чего это? Да не для чего, а для того, что этому водителю нужно было права не давать. Ну, вот так получилось. И что нужно делать? Нужно просто смотреть, что нужно сделать для того, чтобы это исправить. То есть, возможно, что автор этого вопроса не очень доволен моим ответом, но вот это вот мое мнение такое. Это вот все, что я вижу. То есть, я не вижу никаких особых корней, да, вот душа сюда шла. Возможно, она в чем-то была слабее, чем там нужно было для того, чтобы быть здесь. И там вот так сложились обстоятельства, что это ее слабость так проявилась, да. И этой душе нужно помочь. Ей нужно помочь построить тело, ей нужно помочь восстановиться, ей нужно помочь реализоваться. Для чего? Да не для чего, все для того же, для чего каждому человеку нужно реализоваться здесь. То есть, ничего не отличается. То есть, скажем так, не повезло. Следующий вопрос. Можно ли через душу мамы излечить душу ребенка? Ну, скажем так, до определенного возраста ребенок и мать, они очень связаны, они практически одно. И это, в общем, кстати, во многих религиях это проявляется, так сказать, как это правильно по-русски сказать, религиозным взрослением, религиозным совершеннолетием. То есть, это есть практически везде. И, в общем, это примерно возраст, когда ребенок, наконец, от матери отделяется. Это возраст примерно 12-13 лет, у некоторых попозже. Но, в общем, да, до этого возраста мать и ребенок, они связаны однозначно совершенно. И да, через душу матери однозначно можно влиять на душу ребенка, что, собственно, Давид Симха успешно и делает много лет. И именно по этой причине он работает с матерями и получает результаты у детей. Следующий вопрос. Как вы считаете, на психосоматическом уровне от мамы и папы к ребенку может прийти долгое отсутствие речи? Для примера, если ребенок боялся или по иным причинам не мог в детстве говорить родителям о своих переживаниях, а чаще молчал и носил в себе этот ком переживаний и боли, может ли это повлиять на развитие ребенка? Ну, скажем так, по своему опыту личному я могу сказать так. Да, бывают ситуации, когда может. То, что я вижу, вот уже здесь, кстати, целительский опыт, что иногда вот такие страхи и прочее могут образовывать очень своеобразные такие блоки на нас, и они почему-то переходят и к детям. Вот я могу привести в пример свою уже старшую дочь. Например, мне в детстве исправляли прикус, то есть я родилась с обратным прикусом. Собственно, в наше время, возможно, и не стали бы исправляться. Тогда это было ужас-ужас, и все свое детство мне исправляли этот несчастный прикус. И было это ужасно, и, в общем, как бы до конца в итоге не исправили. То есть, как бы совсем ужас-ужас не сделали, но, в общем, хорошего тоже ничего не сделали. И когда у меня родилась дочь старшая, то я просто была в ужасе, когда увидела у нее тот же самый обратный прикус. Хотя у ее отца прикус идеальный. И я очень надеялась, что она пойдет в небо, и что не придется вот ей вот это все. А потом как раз ей было, наверное, годик четыре, вот когда все это было. А потом я уже так всерьез занялась целительскими практиками и стала работать над собой. И я обнаружила у себя примерно вот в этой вот области как бы определенный блок. И мне его удалось брать у себя. Так вот, каково же было мое изумление, когда на следующей проверке ее прикуса оказалось, что ее челюсть встала на место. То есть прикус вернулся в полную норму. В итоге она выросла с нормальным прикусом, осталась от этого от всего, а один зуб у нее был чуть-чуть повернут. Она сама пошла к ортодонту. Целый год она там исправляла этот зуб. На сегодняшний день она себе сделала полностью идеальный прикус. Хотя и до этого исправления, скажем так, это все было ради только того, чтобы повернуть один зуб, который чуть-чуть не помещался. Значит, он был чуть-чуть развернут с одной стороны. И все это вот год она работала только ради того, чтобы развернуть вот этот вот зуб. Я говорю, на сегодняшний день у нее идеальный прикус. То есть это вот пример мой личный. Так что ответ положительный. Да, может. И да, с этим можно и нужно работать. И когда мать работает над собой или отец, то да, это отражается на ребенке. То есть у меня получилось это вот настолько потрясающе, что просто я сама не могла поверить. То есть вот мы в 4 года ее сводили к ортодонту, увидели этот обратный прикус. И так сказать, сказали, ну, раньше 7 лет не приходите. Потому что сейчас еще все слишком мягкое. И к 6 годам это полностью выправилось после того, как я решила свою проблему. Следующий вопрос. Непринятие родителей мужа может повлиять на проблемы с развитием ребенка? Ну, вопрос, я бы сказала, слишком общий и слишком абстрактный. То есть надо смотреть, что там конкретно, какие родители, какого типа неприятия, почему оно возникло. Потому что, ну, скажем так, я вот даже сейчас так могу на скидку прикинуть множество вариантов. И какие-то из них могут повлиять на проблемы с развитием ребенка, какие-то не могут. То есть это, опять же, нужно разбираться с конкретной ситуацией. Следующий вопрос. Обиды на мужа, недосказанные эмоции могут ли повлиять на развитие ребенка? И что с этим делать? Ну, тут мы уже говорили, да, что мать и ребенок впрямую связаны. И если эти обиды там и недосказанные эмоции переходят в какие-то границы и превращаются у матери в ее такие уже физические проблемы, то да, могут повлиять. И с этим нужно работать и, в общем, разбираться. И что с этим делать? Потому что это влияет не только на ребенка, это влияет и на отношения с мужем, это влияет на мать саму. В общем, скажем так, это совсем не позитивная вещь. То есть желательно это, конечно, решить. Следующий вопрос. Как отпустить и пережить все эти эмоции и боли из детства, чтобы это все не несло негатив на моего ребенка? Вопрос интересный и, скажем так, очень сложный. Потому что то, что вот у нас заложено в детстве, мы потом это отрабатываем всю свою жизнь. То есть вот уже, скажем так, я неоднократно видела, что люди, которые уже в пожилом возрасте, все еще имеют детские травмы. Поэтому как? Это вопрос сложный. Это практически работа всей жизни. Ну, собственно, видимо, это часть того изменения, которое мы должны, так сказать, сделать с собой в течение нашей жизни. То есть это часть нашей задачи здесь. Измениться, в том числе отработать вот все эти эмоции и боли. Ну, а более конкретно, опять же, это каждая ситуация, она уникальна, и, в общем, нужно разбираться с конкретной ситуацией. Что именно она создала в теле, что именно она создала в душе, как это влияет на жизнь. И, в общем, скажем так, это непросто. Так, ну, в моем файлике вопросы кончились, поэтому если кто-то хочет задать вопросы, новые вопросы или вопросы по тому, что я сказала, сейчас самое время. Задаем вопросы. Ну, или если вопросов нету, то, в общем, можно их продолжать. Я понимаю, что здесь многие темы, они достаточно такие личные, и, возможно, что кому-то просто неудобно их задавать. Можно писать, естественно, личным образом. Ну, и, собственно, да. Можно? Конечно. Даже как бы не вопрос, а вот, не знаю, какие-то это такие сумбурные мысли. То есть получается, что каждая душа, она достаточно индивидуальна, да? Да. То есть она вот сама себе пришла для какой-то работы, и сама себе дальше как бы прошла всю свою жизнь, как бы заботясь о своем совершенстве и своих каких-то планах. Ну, смотри, ее планы всегда как бы пересекаются с планами других, и меняется она именно об других. То есть как бы нельзя сказать, что мы абсолютно самостоятельны. Мы очень связаны, но мы связаны со всеми, и как бы это неоднозначно. То есть нельзя сказать, что вот это вот с этим я однозначно связана, а с этим я вообще ничего общего иметь не желаю. Так не получается. То есть, с одной стороны, например, как формировались там, как, например, формируются, и на чем, вернее, ну, я даже не могу это сформулировать, на какой основе? Есть какие-то эгоистичные очень, да, вещи, и тогда, наверное, есть какой-то шлейф, не знаю, не очень хороший. А есть абсолютный позитив, не знаю, там, всесторонняя помощь, там, всеобъемлющая любовь. Тогда защищена душа от каких-то поломок, недоделок, еще чего-то. Смотри, этот мир, он очень интересно устроен, да. Он не позволяет никаких крайностей. То есть, если душа хочет правильно развиваться, она должна избегать крайностей. Не работает ничего, не работает абсолютная любовь и не работает абсолютная ненависть. Должно быть, скажем так, равновесие. Потому что, например, когда я делаю медитацию на желание, да, я вам всегда говорю, что, ребята, вы должны прочувствовать, если вы желаете для кого-то, вы должны прочувствовать, что это дает вам. То есть, нельзя быть абсолютным абстрактным альтруистом. Это не работает. То есть, все должно быть уравновешено. Если вы посмотрите внимательно вокруг, то вы увидите, что это так и есть. То есть, нельзя просто только бесконечно давать, да, не получая. Во-первых, человек, которому дают без того, что он должен что-то отдать в ответ, он перестает это ценить, он развращается. А человек, который дает, он истощается. Это в самом примитивном таком вот варианте, да. То есть, именно поэтому не работает абсолютная всеобъемлющая любовь. Означает ли это, например, ну, не это, а следующий, как бы, моя там вопрос. Если, например, наши мамочки, как бы, ну, их души, они сами принимают ситуацию сложившуюся и начинают идти дальше, это как бы помогает в ситуации, это помогает в жизни без топания? Конечно, да. Смотри, принять ситуацию, что значит принять? Это значит ее правильно оценить, да. Вот у меня есть такая данность, я вот с этого сейчас начинаю, да. Вот в моей жизни есть вот такие-такие-такие-такие-то обстоятельства. Я не могу прыгнуть выше головы, да. Например, я там родилась в бедной семье. То есть все понятно, я уже не родилась в семье миллионеров, да, у меня этих миллионов нет. Но я хочу достигнуть того-то, того-то, того-то. Вот мои инструменты, они такие-то, такие-то, такие-то. И вот из этого мне надо исходить. Понимаешь, это называется принятие. Это не означает, что ты приняла лапки, да, и сказала, нет, все, вот я уже не миллионер, я уже больше ничего не могу, да. Это совсем не то. Это всего-навсего адекватная оценка ситуации и действия в соответствии, так сказать, вот с этими обстоятельствами. Вот они уже есть, эти обстоятельства. Что я делаю дальше, да. То есть я ищу, какие пути у меня есть для того, чтобы я достигла, чего я хочу. Например, я хочу получить хорошее образование, да. Например, у меня нет денег за него заплатить. Значит, и что я делаю? Я должна, во-первых, стать настолько там эрудированной, чтобы меня взяли в какой-то там университет со стипендией, да, чтобы я могла закончить это. Я должна там еще что-то. Ну, в общем, короче, исходя из цели и из обстоятельств, мы ищем те пути, которые помогут нам эту цель достичь. Вот это вот принятие. Да, непросто. Ну, да, работать надо. Что делать? Можно, конечно, лапки поднять, но это в итоге... Получается, всю жизнь работаешь, когда вырастаешь уже, работаешь как бы над собой, над своей ситуацией, и параллельно не забываешь работать над данными тебе там детьми, семьей, близкими. Совершенно верно, да. Так и есть. Слушай, работай на 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Совершенно верно. Нам некогда. То есть у нас свободного времени практически нет. Мы все время должны работать там. Да. Спасибо тебе. Задумались. Так, тут вопрос появился. Возможно ли подселение к душе, и что делать, если это случилось? Ну, что я могу сказать? Во-первых, возможно. Это очень важно, потому что понятно, что если мы такие вот непростые, то есть вот есть тело, которое мы привыкли видеть, и есть еще что-то там, что мы не привыкли видеть, оно там есть, то справедливо предположить, что вот в этом вот пространстве, которое мы не привыкли видеть, обитает еще кто-то помимо нас. И, собственно, и про подселение известно, так сказать, в течение всей истории. Ну, в общем, мне бы не очень хотелось как бы на эту тему сильно распространяться, но, в общем, как бы, опять же, все это очень индивидуально, и нужно смотреть, что с этим можно сделать. Позволю себе добавить по поводу этого, потому что вопрос возникает достаточно часто, ибо возникает достаточно часто повод. То, что мы будем говорить, опять-таки, это, как Ессефер уже сказал, это наша субъективная точка зрения, которая основана на объективных точках зрения, например, еврейской традиции. Но это, опять-таки, это наша точка зрения, необходимо это учесть, и не цепляться к словам и к формулировкам, которые произнесены или не произнесены, что я могу и должен добавить. С точки зрения еврейской традиции, которая нам приятна и близка, и знакома, вот то, о чем шла речь, о чем был вопрос, это подключение иной души к основной душе человека, вещь существующая, и называется дебук. Слово… Нет, смотри. Во-первых, вы надо это говорить. Подожди, 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 положительные подключения. Секундочку. У нас в ССФ разные ментальности, поэтому ССФ не сдерживается и… Так, вопрос сейчас ставит мне, да? Секундочку. Вот это я имел в виду. Так вот, так как это не касается многих, и этот вопрос возникает достаточно часто, поэтому должен добавить дополняющую, может, иную точку зрения. Это да, существует. На иврите это называется дебук. Одно из названий, опять-таки, как я говорил, просьба не цепляться к определениям. Да, это то, с чем нам достаточно часто доводится работать. Вот с этими вот подключениями и с их результатами. Ну, об этом можно долго и необычно рассказывать, но просто хочу сказать, вот если был такой вопрос, есть такой вопрос, ответ такой. С точки зрения нашей практики и с точки зрения традиции, которая нам близка, да, это явление обычное и то, с чем нам доводится постоянно работать. Ну, то, что называется экзорцизм, но это вовсе в еврейском понимании это совсем не то. Это другое совсем, это, скажем, гораздо больше сотрудничество, чем какое-то противодействие. Но опять-таки, просьба не цепляться к словам, это слишком как бы многозначно, скажем так. Ну, прямой ответ на этот вопрос, возможно ли вот такое вот подключение, да. Так, теперь я тогда, раз уж Давид затронул тему дебуков, я тогда хочу уточнить, что дебуки – это вообще отдельное дело, мы с ними не встречаемся, дебук – это именно душа. Скажем так, у больных людей очень редко попадаются именно посторонние души, но как бы тут я должна еще сказать, что иудаизм разделяет, скажем так, признает не только отрицательное воздействие посторонней души, но и положительное. Просто в таком случае оно называется не дебук, а ибур – добавление, усиление. И тогда человек может обретать, скажем, удивительные таланты. Вот, например, с одним таким человеком я знакома. Мы знакомы со многими детьми, в том числе, у которых… Ну, этот человек вполне взрослый. Многосоставная структура. Ну, кстати, положительного влияния. Слушай, мы приехали куда-то, совершенно не туда. Мне эта тема, она отдельная. Это был вопрос, да. Это отдельная тема. Так вот на одной ноге она совершенно не звучит. И как бы то, с чем мы имеем дело, это никакие не дебуки, а я бы сказала, такие случайные сущности на уровне глистов, простите. Вот есть ослабленный ребенок, и на него нападают не только там глисты, а еще какие-то там тех, которые… Ладно, не в терминологии дела. Следующий вопрос. Как понять? Вот ты теперь вот всех завел. Как понять, присутствует ли это подселение к душе? Если присутствует дебук, это понять очень легко. Это обычно психиатрические проявления, и таких людей, как правило, госпитализируют и кормят очень тяжелыми лекарствами. А если это и бур, то есть положительная душа, то это вообще замечательно. Тогда ребенок становится в чем-то очень талантливым, иногда в нескольких вещах. И, в общем, скажем так, вы, наверное, встречали людей, про которые говорят, что, ой, надо же, ему прям везет во всем, как будто его кто-то охраняет. Вот это вот может быть как раз такое подселение позитивное. Так что все имеет, скажем так, не одну сторону. Так, есть вопросы более какие-то такие, приземленные? До этого есть вопросы, просьба обратиться лично и, наверное, ко мне. Но это не слишком обширно. Следующий вопрос. Еще вопросы есть? Здравствуйте, Давид, Юсефа и все участники. Меня слышно? Меня зовут Светлана. Я из Украины и сегодня присоединилась к вашему дистанционному лечению. У вас на сайте я нашла приложение о партнерстве для специалистов, которые работают с детьми. Света, это ко мне. Это ко мне лично, не надо сейчас. А, все, я поняла. Идет запись, это потом будет. Да, это ко мне отдельно потом, пожалуйста. Да, хорошо. Ну, а по поводу ребенка, как бы вот на данный момент очень интересно было послушать вопросы. и вообще как бы я первый раз. И я еще пока не могу понять, что бы мне хотелось спросить, потому что я уже далеко ушла на пути. Это, наверное, далеко не первая лекция. Послушай лучше сначала лекции, которые уже есть там на сайтах, на Ютьюбе. И как бы, потому что, скорее всего, там есть ответы на очень многие вопросы. Да, на многие есть. Просто объем этих статей, он такой высокий, это значительно больше сотни, может, уже двух сотен. Поэтому достаточно сложно иногда найти сразу. Но есть. Спасибо вам большое. Очень приятно вас слушать. Я даже успокоилась внутренне. Сегодня мы просто отвечаем на вопросы, которые девочки собрали. Можно? Юсеф, скажи, пожалуйста, вот эти поломки, которые происходят, их как-то прогнозировать можно или нет? Прогнозировать. Ты знаешь, иногда их видно. Например, как-то у меня была беременная женщина на сеансе. И я ей сказала, что есть вероятность, что у ребенка будет гиперактивность. Ну, в общем, к счастью, все обошлось. Ребенок действительно родился гиперактивностью, но потом как бы все выровнялось. Иногда возможно, да. Но это, скажем так, это должно очень повезти, чтобы так совпало. Ну что, если вопросы на сегодня кончились, то я думаю, хватит тогда. Да, задавайте ваши вопросы. Будем рады поделиться своими знаниями, что мы всегда стараемся сделать и помочь кому-то. Вот какой-то вопрос странный. Сестра слышит голоса всегда, даже при говорении телефона. Здравствуйте. В слушании музыки тоже слышат голоса. Что это может значить? Вот это я не знаю, это надо разбираться, что за голосом. Там мне пусть позвонит. Да. Потому что есть много причин, почему могут слышаться голоса. Это совершенно не обязательно подселенство. То есть, это может быть совершенно физическая проблема. Ну что, тогда, тогда на сегодня мы заканчиваем. Да, заканчиваем. Единственное дополнение от меня, одно слово, к вопросу о том, как это проявляется, как можно диагностировать, если вот подселенец то, что называется. Опять-таки, не будем цепляться к терминологиям. То, что мы понимаем под этим, то, что это разные вещи. Но в чем это проявляется? Иногда это проявляется в склонности к разрушению. Вот говоря конкретно. На этом мы заканчиваем. Желаем вам того, чтобы с Божьей помощью у вас все было хорошо. И желаем вам того, что у вас было то, что называется Ашгаха Протит. Чувство уверенности и в настоящем и в будущем. И будьте на здоровье и успешны в жизни. Будьте сами счастливы и делайте счастливыми окружающих людей. счастливыми окружающих людей. Спасибо. Субтитры и субтитры и субтитры Продолжение следует...